Привет, друзья! Летом мы заготовили много ягод и сейчас самое время делать из них выпечку. Сегодня готовим очень быстрый пирог, который называется крамбл. Я буду делать его из замороженной земляники, но вы можете взять абсолютно любые ягоды или даже фрукты. Сразу покажу, какая получается красота. Для крамбла нам нужно взять замороженные ягоды. У меня была садовая земляника или, как многие называют ее, клубника. Замороженные ягоды, не размораживая, нужно посыпать мукой, а затем сахаром. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что ягоды размораживать не нужно. Просто посыпаем их сахаром и мукой и очень хорошо перемешиваем, чтобы каждая ягодка была покрыта с сахарно-мучной смесью. Это важно. И да, кстати, если вы будете готовить крамбл с какими-то другими ягодами, которые более кислые по вкусу, лучше добавить чуть-чуть побольше сахара. Теперь ягоды убираем в сторону и переходим к тесту. Я буду замешивать тесто в блендере. Насыпаю в блендер сахар и добавляю сливочное масло, нарезанное кубиками. Сливочное масло у меня размягченное комнатной температуры. Затем добавляем к маслу с сахаром муку, обычную пшеничную муку. Если блендера у вас нет, ничего страшного, вы можете замесить это тесто в обычном блюде, просто будете вымешивать руками. Тогда масло должно быть слегка охлажденное, чтобы оно не растаяло от тепла ваших рук. Все смешали, теперь включаем блендер и измельчаем в крошку. У меня на это уходит примерно секунд 10-15. Руками конечно месить придется немного дольше. Вообще блендер классная вещь, она очень универсальная, я не представляю уже как я раньше без него обходилась. Теперь берем нашу крошку, посмотрите какая она получилась, и высыпаем ее в глубокое блюдо. Теперь нам понадобятся овсяные хлопья. Самые любые, можно взять самый обычный геркулес. Насыпаем овсяные хлопья к нашему тесту. И снова хорошенько перемешиваем, как бы растирая тесто между ладоней, чтобы у нас получилась крошка. Крошка из сливочного масла, сахара, муки и овсяных хлопьев. Блендером здесь пользоваться конечно уже не нужно, потому что хлопья в блендере измельчатся в муку, а нам нужно, чтобы они чувствовались. Теперь берем форму для запекания. Смазывать маслом ее не нужно. На дно формы выкладываем первым слоем все наши ягоды. В самом начале видео я сказала, что такой крамбл можно готовить абсолютно с любыми ягодами или даже фруктами. Я сама пробовала готовить крамбл с яблоками и корицей. Это было очень вкусно, так что если у вас нет замороженной земляники, ничего страшного, доставайте то, что есть у вас в холодильнике и готовьте эту замечательную запеканку. Она точно получится вкусной, я вам обещаю. Ягоды положили, теперь насыпаем на ягоды сверху нашу крошку из муки, масла, сахара и овсяных хлопьев. Просто с помощью столовой ложки выкладываем крошку на ягоды и потом слегка разровняем для красивой корочки. Из-за того, что мы используем овсяные хлопья, блюдо получается очень хрустящим и сытным. Им можно легко наесться на завтрак и вы не захотите есть до обеда. Ставим крамбл в разогретую духовку и готовим примерно 50 минут при 180 градусах. Посмотрите, какая красота у нас получается. Такой крамбл можно подать шариком мороженого. Приятного аппетита!